Всем привет и меня зовут Виктория Масько. И сегодня мы приехали в легендарный заброшенный санаторий Лесное. Это то самое место, которое когда-то привлекало тысячи отдыхающих и туристов. Рядом находится лес, река и даже собственная достопримечательность. Прямо на территории санатория находятся развалины усадьбы Тышкевичей. Построен санаторий был в 1986 году и уже через 10 лет прекратил свою работу. Как оказалось, есть несколько причин его закрытия, но какая верная и точная, остается загадкой даже на сегодняшний день. Одна из причин закрытия – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Данная территория попала в зону поражения. Здесь превышение Цезия-137. После этого санаторий потерял свою функцию оздоровления. Вторая причина – это кризис 90-х. Многие места отдыха постигла судьба запущения. Организации не могли финансово обслуживать подобные оздоровительные филиалы. Версия действительно убедительная, если вспомнить даже все заброшенные лагеря и другие подобные места отдыха, которые один за другим закрывались в конце 90-х – начале 2000-х. Новых инвесторов, которые готовы вложиться в санаторий с сомнительной репутацией чернобыльского следа, оказалось немного. В 1996 году санаторий закрыли и поставили под охрану. Местные жители нам рассказали, что этот санаторий выкупила какая-то белорусско-российская компания, которая должна была вот-вот его реконструировать. Но, как видим, ничего не произошло. В 2021 году на сайте аренды недвижимости появилось объявление, что продается санаторий площадью 9 гектар и 2700 квадратных метров. За санаторий просят 80 тысяч долларов, но компания рассматривает и обмен. Данный санаторий – это типичное советское трехэтажное здание, но с интересной деталью в виде башни. Мы поднялись на самую высокую точку башни, которая выполняет утилитарную функцию – прячет за собой резервуар с водой. Еще одна особенность внешнего вида санатория – на этой же башне расположен двойной флюгер, на одном конце которого – железный аист, а на другом – василек с остатками голубого стекла. К основному корпусу примыкает столовая с кухней или, как было принято говорить в СССР пищеблок. Пойдем посмотрим. Это обеденный зал, здесь высокие потолки, ранее был паркетный пол, а за этими бетонными фигурами находится кухня. И довольно такой интересный момент – из архивных документов мы узнали, какая была норма расхода продуктов на человека в один день. Отдыхающему полагалось 250 г мяса, 500 г картофеля, 40 г сухофруктов и 50 г творога. А в 21.00 всем выдавали по стаканчику кефира. Распорядок дня у отдыхающих начинался в 7 утра, в 7.30 зарядка, а отбой, как по расписанию, в 23.00. Ну и, конечно же, какой санаторий без лечебницы? Это кабинет водолечебницы. Здесь отдыхающие расслаблялись в соляных ваннах. Ну, правда, ванны уже, как видим, нет. А соседняя комната – это кабинет лечебных душей. Здесь стоит по одной точке, в которую мог становиться человек, и его поливали горячей либо же контрастно-холодной водой. Приняв процедуры, отдыхающие неспешно поднимались по большой мраморной лестнице в свои номера. Это стандартный двухместный номер отдыхающего, узкая прохожая, встроенный шкаф, небольшой санузел и жилая комната где-то 10-12 квадратных метров. Стандартные номера совмещались общей лоджией. Как мы видим, виды здесь были на самом деле очень красивые. Поднимаемся на третий этаж. На третьем этаже также должны находиться номера и комната с камином, где проводились мероприятия для отдыхающих в плохую погоду. Кстати, рядом с Белорусской Припятью живут бывшие работники оздоровительного учреждения. Справа от санатория находится дом на несколько квартир. Мы пообщались с бывшим сотрудником санатории и узнали, что первые покупатели здания были хозяева некого казино на площади Бангалор. Они наняли мужчину работать охранником, но только на год. А наш собеседник оказался бывшим организатором культурных мероприятий в санатории. О причинах закрытия мужчина умалчивает. Отметил только то, что время тогда было довольно сложное. А хвалить санаторий ему было в радость. Особенно гордился высоким уровнем медицины бывшего санатория. В ста метрах от санатория находится разрушающаяся усадьба Тышкевичей. От нее остаются только несущие стены, а внутри прорастают деревья. Судьбы двух некогда красивых зданий схожи. Они на стадии разрушения. Остается лишь гадать, какое из них продержится дольше. Хотя зданию 19 века я даю больше времени простоять, нежели выходцу из советской эпохи.